привет друзья все мы знаем о пользе зелени но есть зеленый продукт превосходящий по пользе обычную зелень многократно микрозелень или микрогрин как ее еще называют является настоящим суперфудом это рекордсмен по содержанию хлорофилла витаминов минеральных соединений и других полезных веществ так микрозелень содержит рутин токоферол фолиевую кислоту каротиноиды сульфорафан эфирные масла растительный белок больших количествах и другие полезные вещества и соединения причем концентрации этих веществ микрозелени в разы выше чем во взрослых растениях по некоторым данным в 20 раз и выше все это позволяет говорить о выраженном противоопухолевом противораковым иммуностимулирующим омолаживающим воздействие микрозелени на организм кроме того употребление микрозелени способствует улучшению кроветворения ликвидации воспалительных процессов ликвидации тромбов повышение эластичности сосудов укрепление нервной системы улучшению функционирования эндокринной системы улучшению зрения выведения токсинов улучшению состояния кожи волос и ногтей улучшению общего самочувствия и другим положительным эффектом как же получить микрозелень выращивать ее можно на своем подоконнике круглый год для этих целей годятся семена многих растений например свекла брокколи различные сорта зелени подсолнух люцерна и другие на этот раз для получения микрозелени я взяла семена крест салата он вырастает наиболее быстро буквально на пятый день его можно уже собирать и использовать пищу для того чтобы получить микрозелень я беру емкость помещаю в нее вату 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 нужно смочить так чтобы она вся пропиталась водой и затем сверху уже на эту мокрую вату высыпаю семена крест салата высыпать семена стараюсь таким образом чтобы они равномерно распределялись по одну емкости после того как все семена высыпаны еще раз сбрызгиваю их водой с помощью пульверизатора и накрываю крышкой на второй день уже можно увидеть первые проростки они пока еще желтоватого цвета не приобрели зеленый оттенок и набрали хлорофилла но уже видно что дружно все семена проросли на третий день проростки уже позеленели они набирают хлорофилл появляются первые листочки на четвертый день можно увидеть что ростки крест салата поднялись уже отчетливо можно разглядеть медольные листочки пока еще он недостаточно густой но в последующие дни он наберет свою густоту и еще наберет хлорофилла и вот уже готовый к сбору крест салат готовая микрозелень насыщенно зеленого цвета это седьмой день очень густой довольно тяжелый по массе с большим содержанием полезных веществ источник здоровья и хорошего самочувствия но я предлагаю вам тоже прорастить свою микрозелень на подоконнике либо если вы уже проращиваете такую зелень поделитесь со мной своим опытом что вы проращиваете и какие полезные эффекты получаете от употребления этого продукта всего вам доброго